приветствую вас друзья в youtube канале все для клёва сегодня очередное необычное видео мы снимаем очередной батл с кубка fish dream 2019 по одесской области по фидерной ловли вот и сегодня черный батл между сергеем мандриком вот он вчерашний у нас получается позавчерашний день рождения было вчера выставлялся бедный немножко вставший и олег николаев вот здрасьте но спортсмены готовят свои снасти еще принципе полтора часа до начала батла но тут уже все уже работа кипит сергей готовит три удилища себя ты поймаешь одно основное какое-то будет два дополнительных ну типа того да будем разные дистанции пробовать это 42 километра такой длинный помост очень удобно кстати говоря очень неудобно неудобно по где так очень неудобно почему потому что ходит все через тебя захода всего лишь два мест 10 через тебя все проходят кому надо но у нас может быть повезет мы как бы все эти не через нас ходить никто не будет так посмотрим что он будет пользоваться черный да вдруг будет много рыбы придется много ловить за пять часов 3 килограмма уйдет да ну вполне реально да вполне возможно смотри вкусили будете использовать оснастку инлайн конечно да другую даже не умею вязать да не приходилось я понял у вас основной шнур или леска да вы все спортсмены почему-то на шнурах используют почему не скажете почему не используют основную леску потому что ловим в основном на реке так место более имеет толстый диаметр создает большую парусность приходится тогда ставить более тяжелые груза шнура лучше просекает воду понятно можно посмотреть так вот отводит из фидергамма друзья сергей скажите как вы привязали фидергамма к основному шнуру здесь есть коннектора такой где ты жочек и все на фазу интересно арки наживки если будь используют все все какие возможно а там будем смотреть ставлю на карася то есть планируете сегодня карася ловить да надеюсь уже по времени он должен идти хотя еще никто не ловил кашу сделал клубнику клубнику не рано клубника разве ты нашу 100 клубничка можно понюхать а сам бы ел да понятно основной штурс такой диаметр подскажите пожалуйста сергей что вы добавили воду а вот там бутылочка есть какая-то арома что за ликвид а он там не знаю давайте посмотрим что сергей сегодня использует запах запах какого-то тесто что-то арома какого-то да это пряности пряности да 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 пряность какая-то то есть сергей сегодня ставит ставку на тарань на плотву вот а олег на карася ну в принципе очень интересно будет узнать кто же правильно поставил ставку можно посмотреть на так основной лески вот я смотрю вас мою стопорочек стоит так вот для того чтобы кормушка не убиралась за раздражена на крупных соревнованиях это запрещено как бы стопор ну на любительских таких вот турнирах как бы можно да можно от этого избежать это для того чтобы не ловить кормушку я понял ну и плюс и плюс будет сама посечка я так понимаю она не успевает не успевает мне мы быстрее кормушки использую грибовские кормушки программ здесь все зависит от течения какая будет длина то есть на какой дистанции я буду ловить еще не знаю так как ловлю я здесь впервые поэтому скорбы до от 120 грамм и ниже до кормушки пуль пуль вот такая русская очень даже удобно летит это когда сильный ветер где-то прошивает то есть летит ровненько на просто предустот понятно здесь мы работаем это у меня лайтовский фидер до 70 грамм здесь мы будем работать без шок лидера ну что груза небольшие как бы можно работать и пешок лидер а уже на данный заброс мы будем супер да пользуемся фидергам да так как вы привязываете фидергам просто узел вызову хирургическим узлом двойник да да просто обычный узел мы не почистить петелечка и петелька 2 петли опять а первое понятно я думаю что сильно крупная рыба здесь не будет поиси карту этого будет достаточно достаточно да так как карпов у нас здесь такие сильно бойких нету сейчас вы холодного еще будет немножко вялый это крючковяз кто не знает все спортсмены как бы пользуются крючковязами поэтому я думаю что не для кого не новость вот и все поводок привязан я не пользуюсь поводочницами быстрее навязываю по месту чем достаю заниматься ерундой вот этот вязать дома еще поводки нет времени и желания все на месте все на месте для определенной рыбы определенные поводки все точно так же монтаж для для влезу но все никаких особенностей очень просто и быстро так сильно и кукуруза красный червь я пар и пинка на церкви делать первый заброс вот идет изучение 1 сначала поближе теперь подальше ждет пока упадет упала свистите что вы там ощущаете на дне покажу ощущаю ровно одно ровное да вот сейчас пошли какие-то ракушки то вряд ли нам какие-то камушки вам выдраду взять смотрите какая поверх прямо возле нас пошла друзья у сергея три удилища одно основное два дополнительных и каждая из удилищ стопорит его на нужной дальности для того чтобы не таять ни одной минуты во время соревнования где накормим то мы будем ну правильно не наверняка там где-то есть какая-то бручка что-то должно быть конечно где-то есть вот она есть нашли на есть ракушка есть неровности рельефы дна вот вот ракушка пошла и вам ген разлыть как начинается ракушкой или или не вы будете вот я какую рыбу мы ловим ну если карася где-то ближе к бровке где-то там где останавливается каша там он и питается он не любит большое течение поэтому у нас мусор попадает что-то мы уже кого-то запили что-то мы уже поймали на маркерное грузило да что может быть так я не снял поводок и и мое но вы не поверите первых оружие есть уловом так что вот это да улов уже фальстарда пошел до только друзья добывают такие несчастные случаи когда рыбка бедная несчастная попадает в плен ну и выпустим конечно жить она не будет чайки сидят а может и выживет вот а вот такие вот снасти на браконьерские но не браконьерские любительские на 2 . до любительская снасть коромыслом на три крючка идет она даже на три крючка да да здесь коромыслы вот идет вот такое короче не нам тоже такое не надо просто и положим а лежит так сергей просеивать для специально для тарани чтобы была мелкая фракция мелкая фракция равномерное увлажнение без комков вообще желательно перед каждым увлажнением последующим делать просеивание олег и вы просеиваете прикормку я взбиваю миксером в принципе то же самое как и просеивание она тоже взрыхляет воздухом обогащает поэтому когда для карася в принципе это не надо делать какая коробочка для поводков поводочница буквально чуть-чуть еще не наполнил за чисто на сегодняшний день и вот самые такие сами делали коробочку все по метр двадцать поводки так получается экономнее потому что вязал и 60 и 80 метр но очень ты не угадаешь какая длина а так взял метр двадцать потончик оторвать или вставку вставить вот друзья тоже как один секретик что лучше вязать длинные поводки а потом листу лучше его сделать меньше правильно даже сегодня у сергея будет насадка это парашки кукуруза друзья познакомьтесь это сергей юрченко здравствуйте скажу больше это мой дуэлянт с которым у меня будет соревнования мы пока еще мы еще пока не обрели дату вот сергей час пока ты на тренировке куча всего я скажу что я в первый раз участвует к соревнованиях поэтому я не не ставлю себя за цель там что-то какие-то победы а участие то есть главное посмотреть научиться вот и показать вам дорогие зрители канала судя клёва все секреты спортсменов рыбаков правильно так что я в этом вопросе не парюсь честно друзья поняли один из секретов сергеев расскажите расскажите пару секретиков для любителей канал вообще сегодня ничего не понятно пока никаких секретов начиная сорт не попозже попозже но вы обещаете рассказать если что-то будет это получится олег пока не начали соревнования вскрыти давно вы уже в спорте года три-четыре три-четыре да и как чтоб как пришли в спорт спорт пришел познакомился с нужными людьми а может ненужными не знаю понятно которые меня просто нормальным рыбаком с пяти удилищами или с 28 крючками было весело удобно как бы ходили все бегали а теперь пришлось вот ловить как смотрят на нас как на идиотов да ладно найдет а все нормально приезжаешь на речку с одной удочки с одним крючком то есть это многим непонятно потом результат это уже другой разговор но сначала смотрят на тебя неправильно это может подтвердить любой фидерист который приезжает с одной удочки понятно сергей а вы давно в спорте это же так или от каких скорпятников пришли или как или тоже с любительства с любительского до взяли пригласили один раз понравилось и начал есть понятно а он родился сергей а вы а я сразу спорт сразу спорт на школы любительской ловли вообще не красавчик счастью или к сожалению потому что не хватает вот этой школы любительской там как раньше там вот наливай до пищи на маку шатник даже я даже не умею так это одно другому не решает раскинул 5 удилищ и пошел ну моя работа чтобы не соврать третья в жизни рыбалка на фидер это было уже 3 сезона 1 кормушечка да это кормушка риф наша сколько грамм она 70 70 грамм так ну вертлюжок с бусиной такой специальный отводик еще без фидерама и куча опарышей понятненько по согласованию обоедному спортсменов не начинать немножко раньше ну и раньше не закончен олег полностью готов сергей готов только сергей будет готов на все начало о по огонь дальность даже не 20 метров где-то 8 а туда будем пробовать ближнюю дистанцию 20-30 секунд и тарань пошла 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 вот юсер и олега тоже тарань сергей вообще дальность порядка 8 11 метров где-то так олега чуть дальше друзья я тоже решил немножко половить вот там соревнуются наши дуэлянты а это вот он 41 километр прямо возле моста мост недалеко уже на прямо на трассе получается вот буду испытывать fish dream карп карась такую айки серия есть у меня горох спасибо александр который сварил попытаемся поймать сегодня карася карпика ну карпика вряд ли но хотя бы карасика потом александр который с первого батла помните приветствую вас александр спасибо вам большое за горох который вы сварили и для меня в том числе спасибо что вы держали место чувство как дела что ловится сегодня очень плохо ловится рыба да понятно почему чё почетом других специалистов рыба клиент у нас почему-то сегодня нет потому что у нас бесплатные места у них плотно так ну что же город молчит так пары а карасик есть карасик нет караса еще ни одного карася пока нет понял ладно будем искать точно такие же только с перламутровыми пуговицами по два удилища это у нас кайдо альбатрон трехметровая на ближней дистанции метров 18 и метров на 40 это кайдо рекорд 36 длиной то есть забросил тяжелую 120 граммовую кормушку надежде поймать на той дарности тоже что-то либо карася типа ловим мы на горох и говорил исключительно кстати говоря надо будет добавить сюда на рапа сейчас таки сделаю что-то не клюет тарань не хочется ловить потому как ее ты не хочет чистить никто не хочет солить а вот карася моей семье любят особенно жареного или сметане в общем как жена приготовить на горох и посмотреть какая красивая слушать что надо красавица жирнючая первую руку не убрасывай друзья караб карась что-то клевать не хочет рано еще конечно все-таки думаю может попробовать добавить нашу прикормку чеснока посмотрим каким образом это может изменить ход сегодняшней рыбалки карась очень любит чесночную прикормку и поэтому если мы добавим сегодня чеснока возможно это активизирует клюв именно карася посмотрим вот друзья какая тарань красивая большая жирная просто бомба на горох вы видите друзья ну вот она красавица привет рыбак как тебя зовут никита еще как я получается ловить я вот чувствую ударю на руку но сама она не попадается почему-то ты на что ловишь я ловлю сейчас на опарыши червяка что-то поймал уже вот это вот я ж говорю ударю на руку есть дергается а вот поймать не можешь да да она урывается тоже ну так ты что-то самое потекай я потекаю резко но вот так вот получается не очень ну ничего ничего молодец отличный заброс молодого рыбака здрасьте это ваш сын так умеет это вы его забрасывать так научили отлично молодец нравится ему нравится развивать ну правильно правильно все правильно а ловите тарань да о на креветку вот это да друзья на все еще на креветку якобы чуть крупнее якобы крупнее якобы тарань да а может карп нет нет пока что здравствуйте youtube канал все для клево расскажите как ловите тарань а вот так вот даже без прикормки на опарыш просто без прикормки да два крючка 3 3 3 на опарыша на на за тут люди ходят уже красный опарыш и не опарыш короче все равно какой опарыш да а кроме тарань что поймали еще только тарань да добрый день youtube канал все для клево расскажите на что ловить их что ловите на опарыш на червячка да кроме тарани что-то еще плюет и только тарань или тарань ничего не ловилось ничего не ловили не ловили плохо очень ловилась как на тарань ловится же постоянно вот смотрите потому уезжаем час возьмите времени и посмотрите кто я чего поймает увидите что ведь практически ничего не ловится то ладно ночью рассказывать это хорошо ловилась ночью поклёвывал а что ночь в седу вот то что ночью поймали то мы и домой везем утром ничего сокрови тарань и кроме тарань ничего ничего только тарань до подлещик вот такого размера который мы весь то есть подлещик лево она стоп подлещик лево на червячка . карася ни одного ни одного ничего кроме тарань и ничего подлещик отдых десяток поймали выпустили вот потому что там брать нечего в день для youtube канала всегда клево скажите пару слов на что ловите что ловите как у кукол как лев пластичка ловится не плохо так 1 этого сам лещик леща поймали она шоу зима понятно так покажите своего леща если он тут есть друзья барабанная дробь вы сейчас увидите леща 2019 нет нет то есть он есть реке друзья есть есть лещик подлещик так она что у нас клюнул еще расскажите а на дорог да что ловится да не тарань маленькая только тарань да она что на червя на и на париж на кукурузу опарыш с кукурузы да на крокодилы да 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 понял и как ловится как плохо плохо слабовато да слабовато совсем 105 всего с утра добрый день для youtube канала все для клево скажите пару слов на что ловите что ловите как ловите тарань тарань на кукурузу и на червя и на опарыша так карася карпа ничего такого не было ни леща ничего ничего не леща и тара не дает лещу подойти но youtube канал все для клево так рассказы что там ловите да и как успешно а сегодня вам крест на уехал килограмм 5 карася и тарани карася карася где здесь был карась был карась сегодня сегодня ночью да он всю ночь стоял вот такие каруси научилась покажите такие вот они о нормальной нашел на червя на опарыша каши ё-моё карась был был к разду и две недели назад пациентам тоже ловили вот такие караси какие вот такие но что-то вас сюда такие караси то за несколько килограмма полтора ему кило двести кило триста деда такие это две недели назад до 2 байки на youtube канале все для клево ладно я вас понял это не байки это минус все я понял хорошо если так она и есть так только где он и причем они поймали на пенопласт сергей воскрите как у вас сегодняшняя рыбалка плохо чего карасик плохо клюет так клюет вообще аллилуйя что есть карась если пытался пытался поймать никак не получалось 80 где-то поймал ёпки палки ну что рассказывать давать делись секретом с червь и парочка как обычно так червь или опарыш не то это это от же что смотрите как не хочет рассказывать все секреты это понимаю вы сегодня были нацелены чисто на карася да и найти его и приманить и чтобы он клевал совершенно верно удалось но но все равно удалось я кстати тоже сегодня я тоже сегодня у меня была цель найти карася и не нашел сразу видно кто спортсмена кто просто любитель друзья я попросил сергея показать карася таки да смотрите и ки 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 до карасик есть причем знатный такой понятно спасибо 7 минут осталось нашим спортсменам до конца их батла сергей расскажите почему вот олег ловит без приколь прикормки то есть не набивает кормушку прикормку потому что он дело в том что купил мало корма баллада у него полный нет серьезного него там он хочет потом на рыбалку поехать и ловить еще он точно это экономит экономный парень и поэтому и у него кстати и у него кстати без без прикормки очень хорошо получается а зачем не надо здесь не нужно то есть он ее столько уже набобил за тебя часов там гора такая в эту гору кидает я понял общеная парыш не одевает практически не одевает ну иногда очень редко через раз тут ты же экономит очень удобная тренога для удилищ раз рядышком поставил ничего не мешает все рядом заканчивается соревнования вот вытаскивают снасти о олег еще с одной таранькой все соревнования закончены осталось самое интересное подбить итоги взвесить улов и определить победителя что тяжело немножко ноги деревянные друзья прибедняется на блядь я уже говорил шайбеля туча следует так теперь надо присоединю успокоиться так он не семь шестьсот нет всем шестьсот пять семь шестьсот пятьсот семь шестьсот пять все давай я выпускаю с ними вот друзья спортсмена смотрите отпускают рыбу сюда одной ни одной себе не забрал такое ощущение что плюс-минус 200 грамм одинаково дать примерно дали на у него больше так тут сейчас нам не весы поломается батарея села на висар до 7 100 а там сколько всем шестьсот я же говорил что полкило разница опять тебе спасибо и он все друзья победил олег гулять на переходит во второй тур понятно немножко огорчен до расстроен расстроен немножко да не ну как все честно да главное что он получилось честно борьба результат пол килограмма обидно обидно да это получается ну полкило это где-то штучек 5-6 не войне 515 какие-то если таких ну не по 25-30 грамм понятно 15-20 так как себя чувствует победитель вот сейчас на них никак это же не победитель это просто первого тура первого тура первого тура был на рыбалку добыл на рыбалке он очень даже не буду по рыбачили познакомился пообщались нашли общие интересы по работе уже результат это мне даже больше нравится этот результат по работе сергей сказать удилища дополнительно использовались сегодня а почему что случилось с основным они не основные не дополняй просто на разных дистанций а то есть вы меняли сам сюда это ближняя средняя дистанциями ищешь рыбу рыба была везде не такой вот это чистое поэтому далее не работал не работал то есть средняя и ближняя олег а у вас ближняя дистанция на дальнюю даже не выходил но не то есть и вернулись обратно на дистанцию на смысл сдачи не понятно мучает мясорубку ну что друзья вы были на youtube канале все для клёва все секреты спортсменов вы узнаете только на нашем канале поэтому подписывайтесь на канал и будем рады вашим лайкам всем удачи всего хорошего спасибо за внимание счастливо будьте здоровы все встретимся рыбалки пока